Итак, ребята, мы влетаем в мой последний день на играх будущего. К сожалению, я тут не смогу находиться до 3 марта или когда они заканчиваются. Я надеюсь, вы это тоже понимаете. Но сегодня, в воскресенье, мы приехали буквально в самый центр города. По правую руку от меня находится Казанский Кремль. Сзади меня улица Баумана там, да, вроде как начинается. И если вы помните нашу, так сказать, влог, который мы снимали еще летом 2 года назад, или 3 года назад, когда мы сюда приезжали, и вот как раз-таки по той улице мы и шли в Кремль. Сейчас мы подснимем последнюю именно арену, на которую мы не успели сходить, но которую мы хотим сейчас зацепить. Это битва роботов. Находится она буквально прямо в самом центре Казани в цирке. Ну, кто-то может сказать, что это немножечко странно там его располагать. Поэтому сейчас пойдем туда, подснимем. Там на самом деле не очень много будет различного рода кадров. Потом придем, я вам расскажу, и уже будем подводить итоги самой поездки, если мы не съедем куда-то похавать. Но Тёмыч настроен скептически куда-то съедет похавать, поэтому просто снимем именно впечатление от битвы роботов. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, только что я вышел из этого цирка. На самом деле я крайне приятно удивлен по причине того, что снаружи это кажется очень какое-то маленькое и, скажем, прямо нелицеприятное помещение. Но там оказывается прямо многоярусное многоэтажное здание, с какой-то еще подземной частью. По всему этому радиусу этого здания как раз-таки располагаются, ну, небольшие, но все равно развлечения. То есть там дети и на PlayStation VR играют, и роботы ходят по земле, и всякие там такие тоже прикольные развлечения. И на самом деле именно как для прихода с семьей тут тоже на самом деле все сделало довольно-таки неплохо. И мне изначально вообще казалось, что это реально очень маленькое здание, но потом, когда мне надо было найти жилетку, чтобы отснять уже внутри с собой арены, я шел буквально две минуты через какие-то буераки, но все-таки дошел. И на самом деле это, не судите, как говорится, книгу по обложке, потому что тут реально очень-очень большое здание. Когда я уже зашел уже в саму чашу, в саму арену, там огромное количество народу, что-то все скандируют. Посередине эта клетка стоит застекленной, где эти роботы другую там сражаются. За кулисами тоже немножечко поснимал, где вот как раз-таки ребята там дорабатывают в поте лица как раз-таки своих роботов. Это, наверное, единственная площадка, на которой я увидел такое огромное количество именно официальных СМИ, то есть всякие телеканалы, которые все-таки наконец-таки начали что-то освещать, потому что, ну, ни на Доте, ни на Варфейсе, ни на танках я прям не видел такого большого количества вот именно СМИ. А тут прям буквально весь этот список забит. И это, ну, с одной стороны удивительно, а с другой стороны, ну, я вообще не знал, что столько людей как раз-таки интересуются битвами с роботами. Я, наверное, приду домой, вообще посмотрю, что это такое, потому что, ну, здесь не удалось зацепить, прям нормально по себе посмотрели, потому что все места заняты, все ложи для СМИ тоже заняты, потому что все стоят, пытаются что-то подснять. Но интересно, интересно. Этой площадке тоже определенно лайк. Как минимум я бы поставил ее на уровне с IT-парком, где проходил турнир по миру танков. Вот там как бы плюс-минус приблизительно то же самое. Не самые такие веселые именно развлечения, но все равно они есть, и прийти сюда можно. Ну, а мы пойдем похаваем. После этого мы как раз-таки уже снимем финальные слова уже обо всей поездке в Казань. В общем, сходили мы с ребятами в Кастыбы. Это вторая такая сеть татарской кухни, именно фастфуд. Были мы с вами в Кюбетей, а теперь мы сходили в Кастыбы. Скажу честно, на мой сугубо личный взгляд чуть повкуснее тут. Как минимум картошечка тут прям была четкая. Попробовали здесь еще Кастыбы. Ну, для такого понимания, это что-то из разряда шаурмы в пите, но чуть-чуть как будто менее такое тесто зажаренное. У индир, конечно, дома повкуснее получились эти Кастыбы. Она вчера их приготовила с картошечкой. Поэтому было с чем, как говорится, сравнивать. И все-таки здесь менее вкусные, чем у индиры Кастыбы. Но зато чайок здесь повкуснее, чем в Кюбете. Вот видите, такие крутые тут стаканчики. Крышечкой. Типа тоже татарские, со сбором трав. Но в целом могу сказать, что тоже очень хорошая сеть. Можете сюда ходить, вкусно покушать, если будете в Казани. А не то в Казани или за городом тоже где-то есть. Ну, мы не знаем. Но если что, если вы когда-то будете в Казани, то и в Кюбете, и в Кастыбы можете спокойненько заходить. Ну что, ребята, привез меня Тёмыч в Парк Победы, чтобы подвести итоги нашей поездки на игры будущего. Во-первых, я бы хотел сказать, что Казань мне в этот раз понравилась больше, чем в предыдущей. Потому что и поездка оказалась чуть более осмысленной. Потому что когда мы в первый раз там летом приехали, мы с ребятами вообще вспомнили, что это аж был 19-й год. Такое огромное количество времени уже пролетело. Мы что-то пытались по всем туристическим местам съездить. Мы побывали в Казанском Кремле, в Свияжск съездили. Поэтому если Кирилл когда-нибудь... Ну, точнее, я не точно не знаю. По-моему, у нас в одном из новостных выпусков как раз таки были вот эти вот поездки в Казань. Может, и там как раз будете посмотреть. Но точно я не помню. Если Кириллу будет не лень, то пускай он тоже найдет. Привет. Потом у меня, короче, палец проваливается между этих дырок. Богатану привет. А мы ведем срочный репортаж из Казань. Вот такой непоэта. Дим, мы где? В Свияжске. В Свияжске. В Свияжске. В Свияжске. Серег, хочешь имену и потом? Ну, мы начнем с чего-то попроще. Колобок. Самоосознание вот этой проблемы. Колобка и лисица. Она встречается и в наше время. Да. А где колобок прикатывается к лисице и думает, что лисица его любит. Что касается игр будущего, то мне реально понравилось. Мы посетили 5 аренд с вами. И скажу так, что все сделано на уровне. Все сделано из разряда того, чтобы, ну, как минимум, поддержать реноме. Чтобы был хороший международный уровень такого проведения мероприятий. Все сделано. Ну, есть небольшие тысячки, но мне кажется, что их можно оттачивать. Я надеюсь на то, что мы сегодня с ребятами с утра говорили на тему того, что будут какие-то выборы того, что какая страна будет следующая принимать эти игры будущего или какие-то города. Я надеюсь, что вот каких-то таких выборов не будет. И то, что хотя бы будут натренировывать один город в хотя бы виде Казани. Потому что схемы есть. Уже надо... Есть даже какой-то персонал, который как минимум в этом году отработал. И получается, что надо постоянно улучшать качество, огранять, если можно так сказать, этот алмаз, чтобы становиться только лучше. А если постоянно будут вот эти вот переезды, каждый раз новый город. Я понимаю, что это, да, конечно, было бы классно. Чтобы вот такие игры будущего покатались по всему миру. Или чтобы как раз-таки была возможность развивать другие регионы. Но на мой вкус и взгляд, что нужно просто натренировывать одни и те же площадки, чтобы люди понимали, куда и зачем и за что идти. Потому что, на мой взгляд, сейчас все сделано хорошо, но нужно просто сделать чуть лучше. А мы уже отправляемся отдыхать. Я надеюсь, что вам понравились эти четыре выпуска. Я надеюсь, что вы оцените их по достоинству. Потому что это был нехилый такой труд. Как минимум не только меня, а Темыча, который меня развозил и сейчас держит этот штатив. Лехи, который купил эти билеты и тоже как бы поучаствовал непосредственно в этом ролике. Кирилл, который это все монтирует. Индира, которая нам все это время готовила. Поэтому это уже, знаете, такой полноценный продукт продакшна, который мы постарались дать вам. Завтра я уже с утра, с утра пораньше поеду в Москву. Уже это мы снимать, естественно, не будем. И надеюсь, что спокойно долечу и все будет у нас хорошо. И дальше вы будете на этом канале уже видеть наши обычные игровые обзоры. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, потому что мы на все отвечаем. И помните, увы о юниор.